Всем привет! Начну немножечко издалека. Вот вы знаете, вчера вечером сидел, смотрел одно замечательное художественное кино. Наше, отечественное, про послевоенные времена, эпоха Сталина. И там была вот такая вот история. А какая-то очередная годовщина Октябрьской революции. Как обычно, демонстрация приуроченная к этому событию. В какой-то деревне, в какой-то школе проходила эта демонстрация. Люди, колонна идёт, держат какие-то плакаты, портреты вождей, транспаранты. И вот в какой-то момент мальчишка, который нёс плакат с изображением Сталина, споткнулся и упал в лужу вместе с этим плакатом. Мой, слушайте, что началось? Приехали сотрудники УГПУ. Начали раскручивать это дело взрослые, дядьки, в погонах, на полном серьёзе. Начали искать какой-то там шпионский заговор. Привлекли к ответственности целую кучу людей. Начиная от этого мальчика, его родителей, заканчивая руководством школы. Это вот, вы знаете, когда смотришь вот этот вот фильм, и ты просто офигеваешь от всей абсурдности, от идиотизма этой ситуации. Но, тем не менее, ты осознаёшь, что это фильм художественный. Хотя и понимаешь, что подобные вещи, в общем, во времена Сталина происходили. А дальше, вот я просто задумался в какой-то момент, что идиотизм идиотизмом, да, это всего-навсего художественное кино. Но давайте посмотрим, что мы сегодня, вот в нашей реальной жизни, в принципе, уже очень-очень близко к этому подошли. И это уже не кино, это уже реальная жизнь, потому что, на самом деле, нам осталось ещё сделать вот несколько шагов в эту сторону, и мы придём к тому же самому. Я специально залез в интернет, посмотрел какие-то цифры, какую-то статистику. Я обалдел, что у нас действительно по статье уголовной, на минуточку, статья оскорбления представителя власти уже успели привлечь за вот это вот время, пока она действует всего несколько месяцев, огромное количество людей. Причём кто-то уехал на реальные сроки. Штрафов вынесено на сумму, уже заплаченных штрафов, более чем в миллион рублей. Хотя статья, повторюсь, действует там, всего ничего. Более того, помните вот эту вот историю с парнем, по-моему, из Белгорода, могу ошибиться, поэтому прошу прощения, который, с чего всё началось, это было первое дело, который где-то у себя на странице ВКонтакте написал. Путин сказочный, и там нехорошее слово. Так вот это вот дело возобновили, решили пересмотреть. Видимо, не донаказали они этого человека, сейчас будут донаказывать. Ребят, ну это абсурд какой-то. Это бред сумасшедшего, но, к сожалению, повторюсь, это уже не кино, это реальная жизнь, в которой мы живём. Или вот вам ещё и свеженького, хотя я уверен, кто-то из вас уже видел это кино. Кто-то, может быть, увидит его только впервые, оно второй день по соцсетям гуляет, но на всякий случай я оставлю ссылку на него на полную версию в описании, посмотрите обязательно. Суть видео заключается в чём? Какой-то пранкер в городе Герои Москве в одном из многоквартирных жилых домов, в лифте одного из многоквартирных жилых домов, повесил портрет нашего великого кормчего, хотя я назвал бы это даже не пранком. Правильнее было бы назвать это каким-то исследованием, или может быть даже журналистским расследованием. Вот он повесил в обычном лифте, обычного дома, вот этот самый портрет Владимира Путина и снимал реакцию людей. Слушайте, там всё сразу. Там, значит, и реакция людей, и все вот эти вот дутые рейтинги, они видны, вся народная любовь к нашему вождю, потому что люди заходят, люди теряются. Но чаще всего реакция там такая, что ну ёкарный бабай, ну совсем с ума сошли уже. Ну уже совсем уже не знают, куда ещё привернуть портреты нашего вождя. При этом чаще всего вот повозмущаются, но дальше тут же начинали задумываться. Кого-то там одёргивали, там жёны, там подруги, друзья. Говорят, смотри, тут камера тут снимается, не дай бог ещё звук слышать. Да нафиг надо, привлекут вот по этой 319-й статье. И в принципе опасения людей я понимаю, потому что мы уже дошли вот до такого абсурда. Дальше больше ни у кого из этих людей не хватило смелости просто снять этот портрет и убрать, потому что люди опасаются. Но кто-то его повесил, этот портрет. Значит, он не просто так висит, а действительно сниму я его, и вдруг меня обвинят. Завтра бог знает, во всех смертных грехах поеду лес валить. Ну, по крайней мере, если не поеду, на меня навесят какой-нибудь там штраф нереальный. А штрафы у нас действительно, я не знаю, цены какие-то на них дикие. Откуда берутся, много раз уже говорил, с какого потолка эти цифры. Я не знаю, какой будет дальнейшая реакция. Какой будет судьба того самого пранкера. Повторюсь, я считаю это всё-таки не пранком. Я считаю это, наверное, чем-то сродни журналистскому расследованию. Я больше чем уверен, что автор этого видео обязательно подвергнется каким-то гонениям. Потому, что мы живём в стране, где у рулей, у нас рулей много всяких и разных. Начиная от самых низов до самых верхов, стоят в том числе не совсем адекватные люди. Их немало. И я не удивлюсь, что какой-то сумасшедший в обозримом будущем, какой-нибудь сумасшедший мэр или губернатор, или какой-нибудь депутат государственный, не обязательно государственный, а вообще какой-нибудь областной, городской дум, вылезет на публику, закричит, что это там оскорбление чувств ничего не делающих. И давайте привлечём человека и эту историю раскрутят, да ещё и на реальный срок парня отправят. Ребят, вот до чего мы докатились. Поэтому то, с чего я начал, вроде художественный вымысел, вроде желания режиссёра как-то обстебать всю абсурдность, которая происходила во времена культа личности, во времена правления Иосифа Сталина, мы сегодня к ней пришли. Ну и вот теперь самое, наверное, главное, о чём хотел рассказать и о чём надо рассказать. Вот вы знаете, сегодня вокруг моего коллеги, видеоблогера из Брянска, Александр Коломейцев, его зовут, происходит очень нехорошая возня. Он мне написал в среду, по-моему, если мне память не изменяет, что уже состоялся суд. В тот день проходил суд, он сказал, меня хотят посадить, я буду держать вас в курсе, придайте, пожалуйста, мою историю о глазке. Он не очень известный блогер, ну, по крайней мере, вот так вот широкой публике, но в Брянске его многие знают. Повторюсь, Александр Коломейцев, канал в Дребезге, который, в общем, занимался у себя на родине хорошим делом, боролся с коррупцией. Придавал о глазке коррупционные какие-то факты в отношении властей. И самое главное, бессменного губернатора Богомаза. Есть там такой самый богатый человек в регионе, один из самых богатых людей в России. Ну, чего там, жена Богомаза. Я вот публиковал эти данные, не помню, по 18-му, по-моему, году. Когда её личный доход, жены Богомаза, губернатора Брянской области, состоял там почти 2 миллиарда рублей. А она там в списке Формс оказалась самой богатой женщиной России. Чтобы вы понимали, сколько это. Ну, вот жена Пескова-Навка, которая всегда находится под прицелом видеоблогеров, журналистов, оппозиционных, общественных деятелей и так далее. Жена Пескова-Навка, по сути, Песков это правая рука Владимира Путина. Так вот она всего 200 миллионов зарабатывает. А вот жена губернатора Брянской области под 2 ярда. То есть, это в разы, почти в 10 раз больше. Притом, при всём, если кто не знает, Брянская область это очень бедный, дотационный регион. Но там очень богатый губернатор. И вот этот вот Коломейцев, он постоянно придавал огласке какие-то факты, которые у него вызывали сомнения. Он откровенно боролся вот с этими зажравшимися чиновниками и ничего плохого не делал. Они с ним там долго воевали, там такая холодная война происходила, противостояние региональных властей вот этого Коломейцева. В какой-то момент его привлекли к суду по статье 319 оскорбления представителя власти. Вот в среду состоялся суд. Насколько я понимаю, посадить у них человека не получилось. Но, тем не менее, суд вынес решение о том, что он будет находиться под домашним арестом какое-то там ближайшее время до следующих каких-то распоряжений. Вот он, начиная со среды, находился под домашним арестом. Доступ ко всем благам цивилизации, включая интернет, запрещен. Хотя ролики выходили, но он их не сам публиковал. Он делал их в записи, публиковал сын. Поэтому ребята поняли, что, в общем, таким образом у них не получилось заткнуть человека. И сейчас они приступили ко второму шагу. Вот этой вот совершенно чудовищной, на мой взгляд, спецоперации. Сейчас человека пытаются признать невменяемым и упечь в психушку. Хотя Коломейцев все это дело предвидел. Он, вероятно, просчитал, что и такой разобоповорот событий может быть и таким. И он добровольно, незадолго до вот этих всех событий, добровольно прошел психиатрическое обследование. Причем серьезную экспертизу независимую он проводил в отношении самого себя, где есть решение, что он абсолютно здоров. Но мы живем в России, где, вы сами прекрасно понимаете, всем управляют люди, которые имеют власть, которые имеют деньги. Поэтому я не удивлюсь, что последствия могут быть для Александра гораздо более печальными, чем хотелось бы их себе представлять. Потому, очень хочу обратиться к жителям Брянска. Ребята, человек, который заступается за вас. Наверное, вам не нужно оставаться равнодушными. Наверное, вам нужно сейчас сплотиться, защитить своего земляка, который действительно, я считаю, человек истинный патриот, который неравнодушен, которому не наплевать. Который отставил в том числе ваши интересы. Надо каким-то образом сплотиться, я не знаю, начать писать какие-то письма, подписывать какие-то петиции в его защиту. Организовывать какие-то мероприятия публичные. Вполне себе вероятно. Наверное, там есть и политические структуры, и общественные объединения. Не, наверное, а точно. То есть, подавать уведомления, заявки. Потому, что, посмотрите, журналисты отстояли Голунова. Актеры отстояли своего. Вот это, к сожалению, вылетело из головы у меня фамилия. Вот этого парня, которому сперва дали 4, по-моему, с половиной года. Или 3, с половиной, могу сейчас ошибиться. Но актеры его отстояли. Может быть, пришло время и для жителей городов отстаивать своих. Не бросать. Потому, что, посмотрите, там они, наверху, они своих не бросают. Когда формировался новый кабинет министров, мы все это прекрасно увидели. Поэтому, ребят, не оставайтесь в стороне, не оставайтесь равнодушными. А то иначе мы придем вот к тому, с чего я начал. Когда будут уже совсем по беспределу бросать всех. Как у Высоцкого, помните, да? Про черный воронок, в который с размаху кинули. И там вот прям вот эти слова автор специально выделил. То есть, не посадили, не затолкали. А именно, с размаху кинули в этот черный воронок человека. У нас сегодня, в общем... Это страшно. Это печально. При всем при том, что мы прекрасно знаем, что в ряде случаев. Наверное, не во всех. Да и нельзя говорить, что во всех. Но в ряде случаев легитимность тех или иных представителей власти вызывает массу вопросов. Потому что смотришь, как этот человек оказался в кресле губернатора или мэра. Вроде за него никто не голосовал. Людей начинаешь опрашивать. А он как-то там оказался. То есть, легитимность таких представителей власти вызывает массу вопросов. Поэтому, ребят, карты в руки. Ну, а завтра в том числе и эту историю обсудим. Завтра в прямом эфире стрим. Вячеслав Мальцев у меня в гостях. Поэтому готовьте свои вопросы. Увидимся, услышимся. Ну и удачных вам выходных. До завтра.